они не случайно и если вот я хочу на эту мысль я хочу на эту мысль обратить внимание если бы названия были случайны то тогда их давидом элов не использовал бы потому что эта мысль действительно нетривиальна очень легко мне не то что возразить но по крайней мере сказать что это может какие-то игра в слова дескать инструмент называется определенным именем на генот нахилот там и так далее кинор вот мы там перечисления за всякие нервил кинор и прочее да то может быть это просто игра в слова какие-то один раз там так другой раз так а мы на этом пытаемся строить какую-то мысль понимать какой-то тору это очень важное здесь замечание потому что люди не подготовленные не знающий совершенно естественно так могут подумать какое мы имеем основание взять название инструменты на этом строить как на фундаменте какие-то мысли но правильный подход к торе а тор это значит тора привык тонах и другие книги но эти уж точно это что обратно потому что это слово имеет значение и оно использовано в торе в тонах в кодыш цифра кодыш то есть если бы мы для примера скажем если бы название инструмента было бы каким-то другим и дару ага кодыш не было бы никакого построения на этом имени оно бы здесь не используется оно ведь нам не нужно ведь на самом деле если отбросить первую фразу то текст начинается со второй фразы первая только говорит как будто бы об инструменте моя задача была показать что не об инструменте говорится наоборот задается задается тон всему это перку всему всему тегилин и я это могу доказать и доказаться здесь замечательно в этом месте видимо как говорится всевышний вас надоумно задать этот вопрос очень удачно но сейчас вы его задали и сейчас очень удачно я сейчас объясню почему почему очень удачно я в прошлый раз не сказал а мы значит приступаем к пятому тегилин откройте пожалуйста и вот первая фраза мы разбирали поэтому не буду особо написаться но дополню то что не сказал в прошлый раз нельзя все рассказать сразу и вообще нет смысла иначе будем целый урок заниматься одной фразой но что то я добавлю смотрите на минацеях элхан и филот то есть обращается давида мелых автор обращается к тому всевышнего который называется здесь минацеях то есть тот кто управляет миром как минацеях на иврите это дирижон который управляет оркестром это свойство всевышнего управлять скажем разбросанным роем помните условный филот рой рой пчел разбросанным роем направлять в одно целое это его свойство у нас это не может быть мы только можем в лучшем случае какую-то группу людей направлять иногда там главнокомандующего может бросить в бой армию из ста тысяч человек но он не может управлять сотни миллионов и даже сто тысяч тоже мы не управлять но только так вот это общее направление что там произойдет тоже неизвестно это я в прошлый раз говорил теперь дополнение там новости о которой я в прошлый раз не говорил как мы увидим что тон всего этого тегили направлен на людей которые уличны неискренны фальшивы именно в служении всевышнего не там каких-то других делах а именно на фоне так сказать своего внешнего показного или может быть не показного потому что в душу человеку очень трудно залезть и очень тяжело о ком-то сказать что он показной или не показной это очень тяжело но по крайней мере между искренностью сердца и их поведением есть разночтение вот об этом и будет наш переговорить он даже упомянут теперь аннафилот такое имеет к этому отношению сейчас мы увидим для того чтобы немножко вот как бы себе помочь потому что все мы люди сложные назовем так это все да все мы люди сложные то здесь мы разберем слово аннафилот с точки зрения букв отдельных и в таком простом смысле очень часто буквы помимо своего значения которые я люблю указывать вам и сегодня поздравляем кое-что вам покажу тоже интересные вещи вы увидите новые для вас возможно новые совершенно буквы также носит характер просто чисел без больших за этим скрывающихся моментов я же объясняю итак ламиноцех побеждает если это направлено элганафилот 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 это немножко странно обычно дирижеры говорят он дирижурит чем-то и это будет бакенор ламиноцех бакенор например а тут эль это очень странно и тогда почему то есть он нас направляет к чему этот минацех а к чему нас направляет эль это направление посмотрите буквы первая буква гэй пять пять это тора пять это тора все знают эти книжи эти книжи это тора пятьдесят пятьдесят и это задает этот пэрэк этот пэрэк пятьдесят наверно вы помните из Итсиат Митсрая вот скоро уже вот пурим на носу а там уже и пэссо вы даже помните что есть пятьдесят пятьдесят уровней ступеней состояния человека как вверх так и вниз пятьдесят ступеней максимально до пятидесятой дойти трудно но как идеал мы знаем и поэтому между пэссофом и шавуотом даже считаем сферу каждый день мы добавляем одно число пока мы до сорока девяти не досчитываем и тогда у нас начинается шавуот потому что к торе нужно прийти пройдя определенные ступени так вот пять это торе а нун это вот эти ступени пятьдесят и тоже не случайно замечаем на полях только у меня нет времени подходит что десятки запомните это всегда определитель духовности по отношению к единице вот если пять у нас пять это торе если мы хотим духовный уровень определенный усмотреть еще вычленить в этом деле это будет уже число пятьдесят и так далее я не хочу в это отходить дальше смотрим буква х пять восемь восемь как уже может здесь говорилось не помню сейчас но по крайней мере если нет то все равно скажу сейчас число восемь означает победа над материальностью вообще почему так опять потому что игра с числа не совсем значит мы знаем что шесть дней Всевышний творил мир для того чтобы был седьмой год то есть шесть дней это те это есть для определенной цели но цель в этом мире цель в этом мире была суббота то есть то что есть определенный день который поднимается над всеми и мы живем в субботу мы едим это не йом кипур мы так сказать живем жизнью земной можно сказать но при этом на основе законов которые очень явных законов которые неестественны не принятых ни у кого это очень важно значит получается что и мы на своих плечах несем свидетельство творения мира соблюдая субботу то есть получается шесть дней было творение цель чтоб был седьмой день в течении которого будет свидетельство этого творения аначе творение бессмысленное оно вообще забывается зачем же творить чтобы никто не знал ничего Всевышнему нечего делать понимаете да теперь ясно что следующее число восемь оно уже не относится к цели потому что цель уже реализована в седьмой день и получается что восемь это то где ум человека то что ум человека не может понять в субботу мы можем понять вождение отдыха можно понять восьмой момент нельзя понять и яркий пример числа восемь мы недавно даже отмечали в плане восемь дней именно восемь дней надо было зажигать свечи потому что число восемь обратно дало нам Символ того, что мы не можем понять, как это может норма горения одного дня гореть в осенье. То есть это ни по каким законам природы, понятным уму человека, законы природы можем понять, не работает. То есть это прорыв в другую оболочку этого мира. Ют 10. 10. Это, так сказать, 10 заповедей. И опять это не игра в чистоту, потому что всегда можно задаться вопросом, почему заповеди 10? Почему Всевышний хотел, чтобы евреи послушали 10 заповедей? Почему Он не хотел, чтобы они послушали 15 заповедей? Или, если очень тяжело слушать, нужно 4 заповеди послушать, или 6, или 8, или 9. Почему именно 10? Что же непросто? Всегда нужно задаться вопросом, не всегда ответ будет, но задаваться мы имеем право. Нужно, почему действительно 10 заповедей запланировано, чтобы люди послушали, евреи послушали. Число 10, как вы уже теперь вооружены и можете представить себе, это духовная часть числа единица. Правильно, я говорил, 10, 50, это духовная часть числа, 10, это духовная часть единица. А единица, это, конечно, другого. То есть для того, чтобы у нас был контакт с ним, понимание его и какой-то более правильная ситуация здесь на земле, нужно было нам это раскрыть в виде веера 10 заповедей. Есть ламет, у нас немножко еще осталось, видим букву ламет. Буква ламет 30 означает, и как теперь уже каждый из вас знает, что 30, это, естественно, нужно посмотреть на тройку, что такое 3, и потом посмотреть, что такое духовная часть. Смотрите, 3, 3 это число, которое всегда представляет собой основание неизменяемого, неизменяемость. Шлому Амелев, царь Шлому, сын царя Давида, Шлому Амелев сказал в Когелет, Тройная нить быстро не рвется. Хотел ли он нам дать здесь теорию, так сказать, сопротивления материалов, вряд ли, потому что понятно, что тройная нить рвется тяжелее, чем двойная, а четверная, наверное, еще тяжелее, чем тройная. Так что он хотел сказать, это абсурд. Что же он хотел на самом деле сказать? Именно, что то, что скручено в 3, не меняется. Я сейчас объясню. Сначала в математике. Все знают, что треугольник неизменяемая фигура. Треугольник, если вы сделаете, то его и шарнир, и то его нельзя крутить, как четырехугольник, который можно так крутить и другие. Треугольник не меняемый, зафиксированный. Но не это, конечно, имел в виду Шлому Амелев. Просто треугольник имеет в виду это. Все в мире одно целое представляет собой. Все в мире связано. Математика связана. Все, потому что есть один акадош ворогу. Значит, все в мире связано. Где же мы видим 3 в нашем случае? Более важный нам для нас, значит, это не треугольник, а то, что у нас Абрамец, Харк и Яков. Вы задумывались, почему у нас 3 у нас про отца? А могло быть 1? Чем плохо в рамду? Ничем, слава Богу, в принципе, Асфа Харила подумает, ничем не про. Но почему-то 3. Потому что в мире ничто одно не может устоять. Потому что каждому одному есть его противоречие, противостояние. Так как тот же Шлома Амела сказал в Хогерете, Зелю мадзе пара и луки. Часа луки. Это по отношению к этому делает Всевышний. Поэтому есть правое и левое всегда. Горячее и холодное. Есть противоположности. Чтобы равновесие, нужно третье, что зафиксирует их в треугольник и ни туда, ни сюда. Поэтому нужно обязательно третье. Поэтому, кажется, вместе с Хесет и Гураат, Рама и Цтаха нужно было гармонию Кефера и Акова. Поэтому был Аков. Поэтому три. Теперь. Над этой тройкой стоит число 30. То есть вы должны подумать, где эта духовная часть, которая обеспечивает устойчивость? Вот это вот передает дальше устойчивость. Вы уже улавливаете, я слово сказал не случайно, передает дальше. Что такое передавать дальше? Это что? Это учить. И учиться. Учит тот, кто передает дальше. Учится тот, кто принимает. Для того, чтобы передать опять дальше. И все мы уже понимаем, что ламет связано с лилмот, там, и ламет. Ламет это есть сущностный слово и корень, и все что угодно. Изучение, обучение, преподавание и лечение. Понимаете? Вот почему-то ламет. То есть духовная составляющая, той устойчивости, которая есть. Без передачи дальше устойчивость, устойчивость. А куда мы едем? Никуда не едем. На месте стоит. Надо двигаться куда-то. Главный должен быть. И осталось только вафф и тафф. Это тоже не сложно. Напоминаю вам. Число вафф. Наверное, многие знают, что пустная тора разделена на шесть разделов. Опять же, мы в песок уйдем, и есть пресловутая, якобы, детская песня. Это всегда одна из великих шуток, когда, попадая на эту песню, вспоминаешь, что кто-то говорит, что это детская песня. Это одна из самых глубинных, ну, скажем так, текстов в нашем мировоззрении. Это вот Эхад ми-юдея, Эхад ани-юдея, Эхад а вопейниш, Рашима и Ваару, Шнай ми-юдея, Шнай ми-юдея, Шнай мани-юдея, Шнай выхода брит. Эхад а вопейниш, правильно? И так далее, и так далее, от одного до тринадцати, все это мы перечисляем. Один из глубинных текстов еврейского мировоззрения. Деконцентрировано очень много. И вот там говорится, Шиша ми-юдея, Шиша ани-юдея, Шеш ксидрей ми-шнея. Правильно? Шиша сидрей ми-шнея. Почему же шесть? Почему второе пять, а пустое шесть, четыре? Самое страшное было бы решить, что все случайно. Тогда мы сразу сжигаем все. То есть все уничтожается, фразы что-то случайно. Потому что как второе письмо пять не случают, так второе в устной шесть не случают. Потому что шесть, тот самый мир символизирует, который Всевышний за шесть дней сотворил. И в устной торе описывается весь мир. Я здесь могу, это нечестно то, что я сейчас делаю, потому что вы мне не сможете возразить по многим причинам, но я здесь, как говорится, делаю вызов любому. Найти хоть какую-нибудь тему, которая в устной торе в том виде не будет обсуждена. Ни одной темы вы не найдете. И первое, что в голову приходит сразу. Так, подожди, а где там спутники? А где там что-то такое современное? Значит, опять не вхожу в это, но делаю утверждение на основе всего того опыта, который у меня есть, что нет темы, которая в том виде не обсуждается. Только там слово спутник не будет, не будет слово ракета и тому подобное. Но будут эти явления описаны, изучены, продуманы и так далее. Нет технологии построения ракеты, ни запись спутника, это нелепо ожидать от устной торы, которая описывает структуру мира. Понимаете? А не конструкцию чего-то. А если в структуре мира есть такое явление, как перелет из пункта А в пункт Б, то будет, значит, в устной торе. Это абсолютно дело. И там была очень смешная тема, которую товарищу Беленькому, был такой еврей, который глупые книжки писал, о едаизме, о Талмуде и прочее, в 50-60-е годы. Издательство «Политиздат» и еще были в Советском Союзе. «Общее сознание» и тому подобное издавали, не легкие совершенно книги. И он там необычайно потешался, что в Талмуде, во-первых, наши учителя обсуждали такие вещи. Как? Я просто помню это. Как? Летающие верблюды. То есть нелепость такая. Летающие верблюды. Как наши учителя могут думать о летающих верблюдях? Или, например, на какую голову надеть тфелин, если человек рождается с двумя головами? Вот на какую голову из этих двух нам надевать тфелин? Дико смешно. Совершенно для него нелепо. Пока мы не пришли к концу их 20-го столетия к таким проблемам, как сиамские близнецы. И проблемой принятия решения о разделении и поднеразделении. То есть юридический статус сиамских близнецов – это один человек или два. И если два, то кто эти два? Если у них, например, одно сердце на две головы. Потому что есть разные комбинации сиамских. Да? Не смешно уже стало. А научные конгрессы обсуждают эти проблемы. То, что наши учителя глубоко обсудили почти две тысячи лет назад. И летающие верблюды не смешно. Потому что там проблемы летающие верблюды в Талмуде с точки зрения, в контексте часовых поясов. И это совершенно не смешная проблема. Если ты летаешь сегодня, как вы знаете, в моем примере я облетел земной шар однажды. Ну, не подряд. Он прилетел в Австралию, а из Австралии в Израиль обратно, но уже с другой стороны. И совершенно не смешно было перелет этих часовых поисков. И какой даты, и когда даты. И как шутку у нас когда-то в Москве говорили. Что же делать еврейскому космонавту, который будет вокруг Земли летать. Значит, все, что может, только Шахрит, Минку и Марьев прочитать. Потому что за полтора часа он объявляется снова. Такая шутка была. Конечно, не так. На самом деле, галафа не такая. Есть галафа по поводу спутников тоже. И что делать на Луне в субботу. Это не смешно. Нет, ну вот когда у нас будет практическое основание, и вы будете считать, что приближается время по отправке нас или кого-то из вас на Луну в экспедицию на месяц, я вам дам инструкции, что там делать в субботу. А проблема, понимаете, в чем? Луна же вращается иначе, чем Земля. И поэтому, как там суббота? Что такое суббота на Луне? Ну, тоже обсуждал. Правда, это прямо не в Талмуде, но в более поздние времена. Вот. И так суббота – это шесть. А так… Так. Буква так с ее ножкой, которую здесь внизу, видите, вот на еврике надо смотреть. Такая ножка вперед уходит, да? И четыреста значение. Это последнее число в алфавите, правильно? Все значит последнее число. И все помнят, что Авраам купил Маарата Махтела за четыреста денежных единиц. Это мы все помнят, да? Почему за четыреста? И в Торе говорится, что за четыреста. Почему не за триста, не за восемьсот, не за пять тысяч? Потому что число четыреста означает последнее уходящее в бесконечность. То есть, как бы, на этом кончаются наши кирпичики мира, буквы. Но не кончаются – они уходят в бесконечность. Четыреста – это ухождение в бесконечность. И поэтому, вот вы видите, вот там музыкальный инструмент. Это можно много о нем сказать. Я ответил, надеюсь, на ваш вопрос. – Слушайте, а нам этого еще нет? Вы не понимаете, что еще треугольник, который не куда дальше? Ладно. Нет. Треугольник. Треугольник. Треугольник – это основа. А ламп – это три – это духовная часть основы. Основа. Основа здесь? Учиться? А, нет-нет-нет. Три всегда, если вы хотите, любую конструкцию, которая будет иметь свойство постоянства. С высших ножек наш народ всегда существовал. Для этого нужно было заложить в основу понятие три. Чтобы у нас три отца было. Три авота. Не четыре, не восемь, а три. И два. Понимаете? И это дал возможность дальше идти уже на основе фундамента постоянства. Это как идея была. Как семель, как значение. Если вы хотите, что постоянно это работало, а не закончилось, она в раме с фактом Якова, не дай Бог, а дальше бы уже ничего не было, надо дальше идти. Так это ламит. Надо лимод или ламет поговорить. Вот. Хорошо. Итак, первая фраза. Лимонцехла, Нехилот, Мизмор, Владавид. Обсуждали ее. Вторую фразу тоже. Амарай Газина Ашем бина Гагиги. Я немножко по-новому чуть-чуть добавлю сегодня. То есть, простой перевод. Мои высказывания, слушай Всевышний, вникни в мои переживания. Это, так сказать, весьма дословный перевод. Но я обращаю ваше внимание, что Газина здесь слушает. И следующая фраза. Гакшива тоже слушает, казалось бы. Поэтому не случайно в одном месте Газина и в другом Гакшива. Мы сейчас разберем. Только мы следующую фразу должны почитать. Гакшива не кол шави, молки в Элохай. То есть, слушайся в голос, взывающий к тебе. Мой правитель, Мелоха говорит. Слово Мелох тот, который от слова Лех. Ме – Лех. Ме – это префикс. А Лех – это коре. Ме – Лех. То есть, тот, кто ведет. На Лех – это идти. А Элохим – это все силы в нас. Это точнее всех силах Элохим. Судья. Это свойство судить и управлять силами. Царь Давидов признает. И, значит, и нас учат, что признать молки в Элохай. Слушайте. Кей Леха – это поле. Ибо к тебе я буду обращаться с молитвой. Так приведу. А теперь глубже. Смотрите. Озен. Все знают Озен. Ухо. Мы говорили о космосе. Да, спутнике и прочее. Я помню, в детстве фильм показали. Все, что хотели его посмотреть. О том, как готовили первых космонавтов. То есть Юрия Гагарина и команду в космосе. Соответственно, да. Я был школьник тогда. И показали этот фильм. О том, как их раскручивали на центрифугах много раз. Так и так во всех плоскостях, чтобы вестибулярные аппараты так накачать, чтобы не было плохо наверху. И тоник плохо помогает. Это дальше не умели это делать. И Герман Китов фактически в обморочном состоянии провел свои космосы. Второй космонавт в Савельске. Вот. Вестибулярный аппарат. Вы знаете, где вестибулярный аппарат? Уша. Да. Да. И потому что, а вестибулярный аппарат это равновесие человека. Все это знают. Если он будет нарушен, мы сразу пойдем. А весы это мы знаем. То есть мы видим, что Озен, не просто Озен, а Озен имеет в себе корень равновесия. Что такое нарушение вестибулярного аппарата? Нет. А почему он улучшается? А почему он улучшается? Значит, это вопрос такой же, как почему... Не, он справедливый вопрос. Говором такой... И сейчас на одно ухо... Нет. Вестибулярный аппарат это неслышанность. Внутри, так сказать, устройство уха содержится, значит, нечто вроде спиралевидное устройство с жидкостью. И внутри там есть определенные, скажем так, рецепторы. И в зависимости от того, как вы наклоняете голову, падаете и прочее, там как поплавок, меняется что-то. И выправляет вас. Сигнал вам, что если вы так вот делаете, то встаньте обратно. Поэтому мы стоим вертикально. Так лучше бы падали, как пьяные. Поэтому, когда нарушается аппарат, человек ходит как пьяный. Вы знаете, что после вращения на колесе каком-нибудь, или этих там детских горках, вверх и вниз, ты выходишь и начинаешь качаться. Почему? Потому что здесь нарушается. Это пока не успокаивается, мы не держимся в вертикально. Так мы знаем – это весы. Озен – мы знаем. Простое слово. Это план. Тогда что означает здесь? Амарай гаази наше. Высказывания мои. То, что я говорю, Всевышний – уравновесить. Сделать так, чтобы они были равновесие. Потому что у меня нет равновесия. Я говорю, как любой человек. И сам не могу все взвесить. Я не могу оценить. Я не могу взвесить. Видите, какие слова я использую? Я не могу оценить то, что я говорю как следует. Ни один человек не может. Не могу взвесить то, что я говорю. Потому что я не могу все принять во внимание. Так я прошу, Всевышний, мои высказывания – поставь правильные веса на них. Пойми их правильно. Смотри на них правильно. Поставь правильные весовые и прочие системы. Ну все, мы сейчас идем дальше, потом поймем. Дальше. Бина. Гагиги. Я перевел обычным образом. Пойми. Вникни. Легавин. Да? Легавин. Анимевин. Я понимаю. Вникни в мои переживания. Гегим – это переживание. Почему опять говорится бина? Могли бы другой глагол использовать. Пойми, услышь. То же самое такши. Послушаем мои переживания. И мы бы никогда не подумали, что плохо что-то. Но здесь выбрано именно по отношению к внутренним переживаниям бина. Почему? Вы не задумывались, что легавин понять и биньян боне строить один и тот же поле. Если вы хотите понять что-то, вы должны выстроить структуру и системы. Если у вас каша в голове, значит вы не понимаете. Я не говорю у вас лично. То есть у человека каша в голове, значит он не понимает. Поэтому пойми мои переживания. Это выстроить их. Я не могу их построить. Но ты, Всевышний, построи мои переживания искренни. А помните, весь Тегелим это говорит о неискренности. Поэтому в начале, в первой части, Давид Амедов хочет показать свою искренность. И он Всевышний говорит, построй мои переживания. Ты видишь, что они выстраиваются в правду. У них нет лжи никакой. Они выстроятся правильно. Он предлагает. Он делает вызов даже. Он не боится. Потому что, знаете, у фальшивого человека, если выстроить все, если рентгеном просветить его и выстроить все, что он на самом деле думает и переживает про себя, картина будет неприглядная. Мы не можем это сделать, потому что мы всегда видим человека одной гранью. Сегодня он так, завтра он иначе. Может не помню, что было вчера. Он говорит, ну попробуйте выстроить. И там-то все это и проявится. Тогда Давид Амедов прямо говорит, выстрой Всевышний мои переживания. Он хочет как бы выйти на уровень, хочет выйти на уровень самоэкзамена. Он не боится. Вот я есть. Сбалансируй то, что я говорю. Выстрой то, что я переживаю. Ак-шива ле-кол-шави. Я продолжаю с этой же фразой. Слушай голос моего обращения к тебе. Ак-шива. Все знают слово глагола ле-ак-шив слушать. Ле-азин слушать. Ле-шмо слушать. Ле-ак-шив слушать. Какая нижняя разница. Опять. Если мы посмотрим в само слово. Мы всегда должны встретить в слова. Глагол. То мы увидим, что после буквы Ку там внутренний корень. Запомните. Три буквы это корень. Но вторая и третья буквы это внутренний корень. Еще более важный корень. Он так сказать общий такой. Он не все показывает, но тот самый корень показывает. Он корень корня. Когда мы увидим этот шин и бет шар. Возвращение. Получается, Ак-шива это не просто слушать, а откликнуться. Слушай и вернуться. Например. Я могу слушать то, что мне говорят и не откликаться на это. Это значит в одно ухо входит и в другое выходит. Может быть даже не выходит, но ты мою реакцию не услышишь. Например, потому что действительно не слушаешь, что мне говорят. Или потому что мне не важно, не интересно, не нужно. Что угодно. Я не буду реагировать. Ак-шива это слушать и реагировать. Поэтому, когда кто-то плохо вас слушает, то всегда говорится в разговорном ивритме правильно. Так-шив. Так-шив не маша не умер. Нишма. А так-шив это значит откликнуть. Но это значит негативная форма глагола. Как всегда есть конец. И вот эта форма глагола. Как лягодли, ляактив, да и нагас. Это агитин, лярфит, все что угодно. Но корень это кувшин бэл. Внутренний корень говорит, не просто слушать, а обязательно еще вернись, откликнись. Теперь, почему бы он ему не сказать лямарай такши, в том-то вторая фраза. Мог бы тоже сказать, но вы не возразили, грамматически все хорошо, слушаемые слова нет. Слова, которые выходят, слова, которые я говорю, человек наболтает может в жизни. Так Давид Амеллах себя на экзамен сам вызывает, что все в жизни его проэкзаменовали. То, что я наговорил, наболтал, уравновесь, сделай правильно, посмотри, может легкомысленно что-то говорю, поставь правильные веса, то, что я говорю, но голос, кол шаги, голос моего как бы крика сердца к тебе, тут уже, я хочу, чтобы ты откликнулся, чтобы это не в стенку было, понимаете, не просто сказал, как горохом об стенку, как говорится, аж обязательно тот, кому я говорю, откликнулся, отреагировал. Так Ракшива – это отреагируй, услышь и отреагируй на голос моего призыва к тебе. И я признаю тебя и Меллах, и Эллахим. То есть я признаю тебя, что ты меня ведешь, и я признаю, что ты управляешь. Эллахим – это кто-то управляет. Да? Ну, Шма-Исраэм – Гошем, Эллахим. Гошем нами управляет. Гошем – Эллахим. Гошем – Эллахим. Интересный иврий. Не простая ты слушай, я прошу тебе осуществить. Это автор говорит – обратив тебя, определись в веса того, что говорю, правильно. То есть не просто… Я прошу тебе отнестись ко мне серьезно. это такая вот просьба и она видно будет потом, зачем Давид Амелок так говорит, отнестись к нему серьезно, казалось бы, Акадож Барагу Всевышний обязательно серьезно относится но он сейчас будет говорить о людях неискренних, и поэтому говорит, я не боюсь, пожалуйста, посмотри на меня, как я есть Бина Гагиги то есть дословно пойми мои переживания внутренние и Гайона Лев иначе говорит со мной в ренте, но Бина еще, это глагол построить, то есть выстрои мои переживания возьми мои переживания, выстрои их в некое построение, посмотри, как я выгляжу, пожалуйста, простык Акшива для простоты скажем сегодня вслушайся в голос моего обращения, видите, я простые переводы сейчас даю это мы уже обсуждали, не хочу больше подробно Малки Велокай Я признаю тебя, что ты мой Мелах, дословно это тот, ты меня ведешь я вам говорил, почему Мелах это ведешь и Элокай, ты меня судишь мы уже много раз говорили, вы знаете это что, Лаким, Сианас Медад один то есть я признаю, что ты меня ведешь и я готов быть перед тобой судим судим я не боюсь, это не в смысле наглости что мне наплевать, я не боюсь что я хочу как раз, чтобы ты определил кто я, напоминаю еще раз, весь Тегелин говорит о искренности или не искренности человека и поэтому Давид Амелов как бы говорит пожалуйста, я очень хочу проверить мою искренность я даже хочу это как бы со стороны поставить кто я такой идем дальше потому что перед тобой я сужусь перед тобой я возвратный глагол означает перед тобой я рассматриваю себя обвиняю себя скротивожу себя на чистую воду мы говорили слово отсюда происходит дальше читаем это мы еще тоже обсуждали четвертую посуду Гошем Всевышний Бокер Тишмак Оли утром послушай мой голос послушай то что я говорю утром я объяснял в прошлый раз что Бокер утро означает ясность в отличие от эрот когда все смешано и неясно то есть еще раз эта же тема посмотрите Давид говорит так Бокер Тишмак я хочу чтобы было все ясно я не хочу спрятаться как некоторые я не хочу чтобы был какой-то образ чтобы строить вид я наоборот хочу чтобы все было ясно пожалуйста проверь меня когда будет все ясно еще раз он говорит дальше в этой фразе Бокер и Арохла я выстрою это уже я буду выстраивать ну Давид тоже я буду выстраивать утром без всяких туманов без всяких темных мест утром я выстрою свой разговор с тобой мы говорим мы говорим Араха Маарах это Лаарих это означает выстроить как например Маареха редакция которая редактирует тексты выстраивает тексты и так же я выстрою свой разговор с тобой и более глубокий я в прошлый раз говорил вам перевод более глубокий Эрох это я определю себя более точно от слова Эрах Эрах это ценность наверное все знают на иврите Эрах это ценность Эрах я готов поставить на стол всего себя всю свою личность я иду в Абан здесь это идет это уже четвертая фраза и мы видим почти все эти фразы говорят об этом я иду в Абан смотри на меня как я есть не потому что я не боюсь твоего суда я его боюсь а потому что я хочу чтобы ты поставил кто я в момент когда я буду говорить о фальше и неискренности других людей потому что это очень важный момент так человек не лезет на суд ну кто действительно будет идти к суде мира и говорить суди меня я хочу что я правильно веду себя судим что значит правильно всегда есть недостатки и мы в следующем тегилим не в этом будем говорить следующий знаменитый шестой он включен там вашкенавском седуре у нас европейских евреев там включен стаханун который мы читаем почти каждый день кроме субботы и праздников и поэтому там будет говорить со следующим тегилим я уже подготовлю немножко к этому о том когда человек в беде находится в болезни в беде поэтому это читается после шмана эстреи всегда будем об этом говорить конечно на сегодня то есть я когда в беде другая ситуация все понятно и а беда Давид меня вот помнит это ведь его ошибка в жизни поэтому он не пришел сюда что я не делаю ошибок речь идет о гризонт посмотри на меня когда бокер когда ясность когда нет тумана посмотри на стремление устремление моего сердца не в смысле что я не делаю ошибок я их делаю но в смысле что мое сердце направлено на правду посмотри на посмотри на мое сердце вот лейтмотив всего этого мы даже тут скоро опять встретим еще один поворот этой мысли а пока мы уже завершаем первую тему одно слово осталось в АЦП и я буду смотреть и я буду наблюдать и я поскольку жду что ты примешь правильное решение вот я есть как я есть посмотри на меня в АЦП и я буду ждать наблюдать слово ЦОП наверное вы знаете это наблюдать скажем сидеть на башне в бинокле смотреть это называется ЦОП только так делает АЦОП он только наблюдает и один из вопросов который он после смерти получает это цепит лейшуа ты 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 ожидал чтобы все что Всевышний хотел в мире реализовалось я такую терминологию перевожу лейшуа это реализация его это лейшуа по-русски не очень дальше переводят спасение издавление и т.п. вы конечно слышали переводы но мое дело вам переводить более внутрь чтобы суть дел в цепит лейшуа ты ожидал чтобы в мире реализовалось ты болел за всевышнего извините за сравнение но ему не все равно ему надо чтобы эта команда победила вот ты болел за все равно или ты переживал что в своей жизни думал только о себе а как говорится обеда когда же борьбу сам разбирается человек попадает туда его спрашивают ты переживал ты был болельщиком в этом мире или нет и он тут отвечает я так сказать готов чтоб ты меня просветил рентгеном ВЦП я буду ждать ВЦП я буду ждать я готов ждать ты просветишь рентген у меня и будут результаты так в лабораторию направляют на результаты потом человек подозревает не очень хороший результат он переживает и ждет пока не получит результат так и до витаминов я буду ждать результаты о чем теперь литматика теперь мы переходим итак следующая фраза мы ее еще не разбирали я прочту несколько фраз сейчас и потом начну разбирать итак я начинаю с пятой фразы итак 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 только закатывают глаза к небу речь идет о людях не искренне а о людях большивых и они так называются Галилим от слова ле галел все слышат слово ле галел это как по-русски из выражения он ему аллилуйя пел это значит что он его восхвалял и словословил а в сердце что неизвестно русское слово аллилуйя это еврейское слово галилу юбгей да воспейте им всевышнего а это в ефиле это в пиэле все грамматика помнит это пиэль ле галел а вот фааль простой глагол ведь откуда голел идет видите голел не пиэль а простой глагол пиэль это же скрепкий глагол а простой это простой глагол так это просто болтыны которые воспевают восхваляют все как один за а завтра мы все как один против и так далее и так далее своего тут нет ничего есть только вот именно неискренность этих высоких слов но их ухан не будет конца они не смогут устоять больше представить представитель предстоит представить первое они не смогут стоять под твоим взглядом они уступают это они поют поют пусть идут их кофе у них Они не стоят на своих мыслях, на своих чувствах, они просто так говорят. ЛОЙТЕЦУ Видите? ЛОНЕГЕТЕЙНЕХА Перед твоими словами буквально, я прямо забежал вперёд, даже вот текст, прямо он говорит. Теперь второе. САНЕТА КОПОЛЕАЗН Ты отрицаешь, пословно ненавидишь. Мы уже там увидим тонкие понятия, что такое СИМА, я вам скажу. Более, так сказать, серьёзные переводы про слова. А пока просто так переведём. САНЕТА это значит, ты ненавидишь, ты отрицаешь всех, кто делает плохое. И мы потом поймём тонкое это слово, потому что наибридность много слов. Поймём, что такое АВН здесь означает. Дальше читаем. Тебе добрые казах. Пропадут те, пропадут лживые, пропадут фальшивые люди. Пропадут. Теабет это даже ты сделаешь так, чтобы они пропали. Ты сделаешь так, чтобы они пропали. Казах это фальш, ложь. А добрее те, кто говорят. ИЖДАМИН УМИРМА ИЖДАМИН УМИРМА ИЖДАМИН УМИРМА Человек-убийца. Потом мы переведём это более хорошо. Пока что. ДАМИН – это кровь. Человек, который жаждет крови. И ДАМИН – это кровь. Правда? И МИРМА – это лгун. Это лгун. Это злостный лгун. МИРМА – это злостный лгун. Человек, который жаждет крови. И злостный лгун. МЕРЗОК перед тобой. И ТАЕВА – это мерзость. И потом мы переведём более тонко. Пока, видите, всего лишь только говорю и так. Пожалуй, пока хватит. Потому что это тема. Потом мы пойдём на другую. И так начинается описание тех, ради кого весь Тегелин писался. И мы должны понять, почему я так говорю. Кто это Илюха? Давайте тонко сейчас будем сматываться. И так начинаем. Касут пятый. КИЛОЭЛ ХАФЕЦ РЕША АТА. ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ, ТЫ НЕТ ЖЕЛАНИЯ. ХАФЕЦ – это, знаете, не то… Наивритесь несколько глаголов, которые выражают желание. РАЦОН – это желание, а не РАЦОН. А не ХАФЕЦ – это тоже желание. Такая разница у них. А не РАЦОН означает, я к чему-то примусь, я бегу. Раз. Ларусь – это бежать. То есть, если ты к чему-то бежишь и хочешь, это а не РАЦОН. У меня есть воля. У меня есть желание к этому прибежать. К этому, этого достичь. ХАФЕЦ – от слова ХЭФЕЦ – КЕШЬ – ИМЕЬ. Есть большая разница – бежать к чему-то или иметь что-то. Когда вы хотите чего-то достичь, у меня есть желание чего-то достичь – это не РАЦОН. и спускается для задач. Он не хочет… Что это за солдат, который говорит командиру, что хватит, мне надоело уже, я решил кончить военное действие. Ты же не командир, ты не можешь кончить военное действие. Только командир, это в грубом примере, конечно, может определить, что хватит, вот до этого места, и дальше война заканчивается. Понимаете? Так и человек, он здесь как бы, ну, как солдат, в этом смысле, конечно. В этом только смысле. И командир сверху, он приход присылает сюда, чтобы он здесь то-то и то-то делал. Он не может сказать, надоело, все, я свое военное действие закончу. Когда наступил момент, там наверху есть хозяин, который забирает отсюда человека. Поэтому правильно устроено, что никто не хочет умирать. Преступление, самоубийство, легко очень понять, если мы поймем, что нельзя убивать никого. Как мы убить? Мы не считаем, что хорошо убить человека. При прочей практике, да. Поэтому не будем считать, что человек себя убит. Он… Так вот нельзя убить другого, так нельзя убить себя. Потому что ты не хозяин ни над тем, ни над собой, ни над тем. Над жизнью человек не хозяин, потому что он жизни не произвел. Если мы с вами можем стол построить, то мы имеем право его сломать. И никто нам не имеет права ничего сказать. Только в Советский Союз имел право говорить такие вещи. Во-первых, художник нарисовал картину, и у него нет права ее вывести за границу. Хотя он ее нарисовал. И он мог ее хранить дома и разрезать на кусочки. Никто ему ничего не мог сделать. Но через границу нельзя было провести. До восемьдесят девятого года такой был закон в Советском Союзе. Одна из таких нелепейших вещей, но такая же страна была уникальная тогда. Яркий пример, да? Яркий пример. Сам нарисуешь картину, если они ее посчитают очень ценной, ты не можешь ее вывозить. Но сжечь, пожалуйста. Это нелепость такая. Так вот здесь тоже, значит, если ты сам сделаешь картину, ты ее хозяин. Но человек себя не сделает и никого не делает. Того человека тоже не сделает. Только в Советском Союзе делает идею, которая дает душу. Смотрите, прежде всего я прошу вас к этим рассказам отнестись необычайно осторожно, скептически и лучше всего даже не слушать. Потому что у вас нет инструмента понять, что человек говорит. Даже в случае, если он говорит правду, а я сомневаюсь, я думаю, что 90% людей не говорят правду, когда они как-то Сеси Курину рассказывают. Мое глубокое убеждение. Как говорится, для магнитофона говорю, я не стесняюсь. Минимум 90% говорят неправду. Я не сказал злостную неправду. Например, они фантазии выдаются правду. Или сон выдаются правду. Например, определенный вид сна и прочее может под влиянием клинической смерти или под большим дозой наркоза. Сон необычный у человека. И когда он просыпается, он может рассказать Сипур, рассказ, который совершенно не означает ничего, кроме его рассказа. И он этого не понимает, и мы не понимаем. И этот рассказ не более интересный, и в моих глазах весит не больше, чем мои собственные сны и ваши тоже. Извините. Которые ничего не весят, и которые в том будут, прямо говорится, не обращать внимания на сны. И хотя есть даже галахашка, нужно поститься, когда сон плохой. И ты тревожный, но потому что ты в тревоге, как говорится, тогда поститься. А первая задача твоя – плюнуть на сон. Немедленно. Не получается, переживаешь, можно поститься даже в субботу. Представляете, единственный случай, когда в субботу можно поститься, отодвигается. А что неизвестно? Вот это хочу сказать. Неизвестно, видела, не видела, или видела какие-то картины, поскольку мы ничего не знаем о будущем мире. И правильно, что мы не знаем. Потому что мы солдаты, посланные в этот мир, а не солдаты, посланные в будущем мире. И поэтому ничего не знаем. Поэтому это мамаш миттане иммуна. То, что теперь распространяется, это болтовня и лекции, и прочее, когда люди рассказывают, как он там умер и как он вернулся. Единственная правда, что он жив, потому что мы его видим выступающие. Это точно. А вот умер он, что значит умер? Он был под наркозом? Это не смерть. Клиническая смерть – это медицинская фраза. Она не имеет смысла слова смерть. Никто еще не умер и не вернулся. Люди могут находиться в глубоком состоянии. Называемая в медицине, на техническом языке, клиническая смерть. В отличии от смерти настоящей. Клиническая – это значит клиницист, не видит ничего. Никак как будто вы, человек как будто вы умер. Но я прошу прощения, он не умер. Все его системы работают. И поэтому он жив. А как только его системы перестанут работать, через пять минут, человеку уже невозвратно нет. И никогда не вернется. Да. Да. Это во многих случаях говорится, что учителя, когда они посмотрят на человека, превратился в Гал Ацамот. Гал Аванил. Как груда камней, груда костей. Обратите внимание все равно слова. Гал Ацамот. Гал Аванил. Значит, опять же. А Гал – это груда, да? Ну, легалор. То есть, раскрылось всем, когда на него пристально поставил учитель, что он всего лишь эта груда костей. Да? Красиво вот так вот. Раскрылось всем, кто он такой. А потом, если он сделал чего-нибудь, снова ожил. То есть, тело его никуда не делалось, никто не умер, ничего не произошло. Просто всем было понятно, когда одним взглядом, как иголкой он проткнул этого ученика, все стало ясно. Мигу – гал Ацамот. Ничего не произошло. Вот. Извините, пожалуйста. Есть вопрос, как вы объясняете все столь общих видов, или за… Вы лично не видели много таких людей? Нет, ни одного. Потому что, как правило, мы ни одного и не видели. Потому что, как правило, мы ни одного и не видели. Так. Ставьте. Ставьте. Я прошу его. Значит… Значит… Нет, все-таки тему закончат, просто потому что распространено. И, обичайно, болезненно. Это мектоней иммунатор, кто это занимается. Люди, которым это нужно, чтобы свою веру как-то укрепить. То есть, нужно костыли, кто не умеет ходить. Я хочу, чтобы мы умели ходить с вами. То есть, обратите внимание, все эти сказки возникли 15-20 лет назад. А до этого не было такого. Почему до этого люди не приходили, не рассказывали такие рассказы? Потому что их не было. Так же, как и сейчас их было. Но где-то они возникли. Кто-то американец написал какую-то книжку 20-30 лет назад, что будто бы собрал свидетельство. Один из штата Техаса, и другой из штата Техаса. Но гоня было не вра. Не штата Техаса, ничего. Написал книжку, совершенно выдуманную. А вот некий Джон из штата Техас видел это. А тот из Аляски другое. А этот из Лос-Анджелеса третий. Где эти люди? Их нет никого. Только у автора. Это же такие удивительные люди, казалось бы. Они так много могли бы нам всем рассказать. И только никому не известный автор, но мы-то уже с вами теперь ученые. Только в СССР можно уши развешивать. Поскольку мы всегда были в официозе жили. И книга всегда имела вес. Даже когда она была лживая, ее всегда утверждался как ОПСС в какой-то форме. А самостоятельные лгуны не писали книги когда-то. Только в рыночной экономике пишут лживые книги самостоятельно. Это просто утка, который запустил какой-то американец 20 лет назад. И пошло и поехало. Обратите внимание, они немедленно стали людям возрождаться. До этого не было. Немедленно толпы появились якобы людей, которые умирали, и потом приходят и рассказывают нам Сипури. У меня только просьба к вам не обращать на них никакого внимания. Чаще всего их нет. Чаще всего человек только всегда мне клише не расскажет. Ему рассказывал тот. И каждый раз, если вы аккуратно походите на 2-3 лекции, вы увидите дополнение. Они все время расцвечиваются. Они увеличиваются. И понятно почему. Человек входит в раж. И ему нужно, чтобы его слушатели слушали. И нельзя, чтобы вы пришли второй раз на его рассказ и услышали то же самое. Потому что надо добавить кое-какие интересные подробности. А мозг работает. Как по-польски говорят, глупко працует. И вот начинается катастрофа. Вот вы смеетесь, а я переживаю. Потому что мы превращаемся в катнеймуна, о которых наши учителя все время предостерегали небытиями. И все эти рассказы не обращают на них никакого внимания. Ни одного дня, ни одной секунды не надо посетить. Я очень прошу выкинуть эту мысль сразу. Мой отец говорит. Да, как в Шелхана Руфе говорится. Но мы с вами не будем на таком уровне, чтобы такие вещи делать. Поверьте мне. Если вам сон не понравился, а бывает такое. Постарайтесь моментально забыть. Моментально о нем не думать. И отбросить его. И Аллаха рекомендует. Просто Аллаха рекомендует. На разное долгу. Если к вам приходит человек. И рассказывает свой плохой сон. Он всеми силами развеять и убедить его. И показать ему, что это ерунда. Потому что это всегда ерунда. В каком смысле? В каком смысле? Потому что мы никогда не знаем ничего. Сон может быть. Вещи. На самом деле. А может не быть. И мы не знаем никогда. И поскольку мы не знаем, то есть единственный критерий. Это забыть. Потому что Всевышний не нуждается в таких способах. Обязательно нам все через сны давать. Если мы были. Вы спросите про Иосифа. Если мы были бы такой, как Иосифа Цаги. И такой, как фараон. Человек очень необычный. И прочее. Мы бы занялись такими с нами. Но в нашей ситуации. Особенно сегодня. Когда мы на неграмотности находимся. И неграмотностью погоняем это все. Просто полная неудача будет. Если мы будем обращать внимание на сны. Мы очень будем неправильно себя вести. Это у меня твердая рекомендация. Моментально отбросить с собой сегодня. В случае чего? Еще раз и еще раз. Повторяю. Вы хотите скажите ее. Слава Богу. Все что учителя говорят правильно. Но стараться нам надо обязательно уйти. От этого. Потому что это только давон. Нелд называется. Переживание сердца. И человек не может по Симха. С радостью служить Всевышнему. И будет очень плохо. Это очень печаль. Это очень плохое состояние человека. Очень плохое. И так у нас проблем в жизни у нас. Пятая фраза. Теперь смотрите. Пятая фраза. Мы не начнем ее читать. Потому что на этой фразе мы открываем. Я прошу внимание что осталось полторы минуты. На этой фразе мы открываем новую тему. Фасивко. Давид Амедов говорил о себе и сказал. И так это правильная позиция в жизни. Прежде чем я подниму перед тобой Всевышний проблему неискренности, двуличия и фальши. Я хочу полностью открыться. Посмотри кто я. Если ты увидишь что у меня это есть как говорится. то мне нечего сказать. А сейчас начнется проблема. Вот той самой неискренности о которой я говорил. Которым посвящен весь Певелий. Он с этой фразы начнется. Следующий. Поэтому до этого было очень важно. Равновесие. Уравновешивать свои мысли. Помните мы говорили сегодня. Я итог подвожу. Построить свои чувства и переживания. Выстроить как-то. Правильно да? Я как говорится все иду как здесь. Значит. Понимать кто такой Мелох и кто Элаким. Что такое Мелох и Элаким. В конце. Значит. Выйти на уровень бокер. На ясность. Внести ясность в свою жизнь. Для себя. То есть себя не обманывать по крайней мере. И так далее. И так далее. Все эти элементы. Давид Амелох нас им. И этим элементам научил. С тем чтобы мы. Когда будем критиковать кого-то. Или можно справедливо даже. Мы прежде всего. Прежде всего. Всегда научили себя. Подумать. Когда ты критикуешь кого-то. Ты подумаешь. Как ты в этом пункте. Как ты в этом деле. Понимаешь. Как ты вот. В том моменте. В котором ты хочешь кого-то обвинить. Как ты поступаешь вчера. Позавчера. Или год назад. Насколько ты искренне поступал. Обвиняя. Пусть справедливо кого-то. В фальши. И прочее. Насколько ты искренне поступал. Прежде всего. Внести ясность. Бокер. Ясность в это. Потом. Может быть. Хотя бы. Чтобы саму чему-то научиться. И для того. Чтобы бить там кого-то. Хотя бы. Может быть. И другого человека можно проанализировать. Но прежде всего. Нужно себя. Понимаете. Как построено. Только потом. Мы начнем заниматься. Другими людьми. И даже увидим. Кем. Чем. И как. Я сделаю здесь перерыв. В следующий раз. Так что. Всего доброго.